Всем привет! Я к вам уже вышла в эфир. Теперь жду вас. Собирайтесь. Немного время подождём и начнём с вами уже решать задачи. Сегодня у нас с вами будет два занятия, потому что уже из опыта я понимаю, что мы с вами немного можем решить задачи за один заход. Поэтому я сразу же вам запланировала два прямых эфира. Один. Вот сейчас в одиннадцать, и второй будет в час. Сколько там мы будем заниматься? Полтора-два часа сейчас до него. Может быть, сплавно перейдём во второй прямой эфир. Но точно нам надо будет сделать минут, наверное, 10-15 хотя бы перерыв. Потому что, когда я говорю много, конечно, мне хочется отдохнуть. Давайте подтягивайтесь. Кто со мной, вы пишите. Пишите, как видно, как слышно. Я тогда, может быть, что-то подкорректирую. Ещё есть время, пока вы все подтягиваетесь. Всем привет! Давайте, мои хорошие, пишите мне что-нибудь, чтобы я понимала обратную связь. Хорошо ли видно, хорошо ли слышно? Так, Мариша, всё хорошо, спасибо. Южное солнце, привет! Всё окей. Хорошее название, Южное солнце. Так, а здесь я даже прочитать не могу. Какой-то тут сейчас губув. Губув. Но всё равно привет. Видите, имён здесь нет. Здесь прозвища какие-то, ники только у вас. Но всё равно всем привет. Так, ну у нас уже здесь немножко собралось. Да, следующий, да, Мариша, следующий у нас будет в час. Ну, потому что невозможно в Ютубе запустить продолжение прямого эфира. Мы когда в Геткурсе, мы можем остановиться и заново этот же эфир начать. А в Ютубе он такой возможности не даёт. То есть завершился эфир, и всё. И он сразу себя записывает. И я не могу снова... Привет, Аня! Привет, Аймжан! И всё. И поэтому я сразу же вам запланировала два, чтобы вы меня потом не искали. Потому что у нас так получилось... Рано, привет! Так получилось в прошлый раз, что я когда второй эфир запустила, вы меня уже не нашли. Поэтому я вам сразу же сделала два эфира, чтобы вы сразу же меня как бы могли найти и перейти просто во второй. Ссылки я вам все дала в описании. Хорошо. А ссылки дала вам в описании, как войти во второй эфир. Так что я думаю, что в этот раз мы с вами не потеряемся. Так, ну всё, девчонки, мальчишки. Есть у нас с вами мальчишки? Я что-то не обратила внимания. Привет, привет! Вот. Давайте тогда с вами начнём. К чему вообще вся наша встреча? Вы, наверное... Ссылка в описании. Я вам ещё... Те, кто со мной закончил тренинг, я вам в письме выслал две ссылки. Сделала рассылку для вас. Значит, у нас с вами закончился же большой тренинг, как вы помните. Кстати, напишите своё мнение о нём, те, кто уже досмотрел со мной и прошёл до конца. Как вам информация, которую я вам дала? Много ли информации? Достаточно либо мало? Напишите мне, может быть, что-то я тогда бы вам ещё скорректировала, пока у нас с вами ещё идёт это обучение. Сертификаты, если вот вопросы вы сдаёте, я выдам, но только тем, кто сдаст мне домашнее задание. То есть те, кого я буду считать, что они действительно поняли, выучили и, соответственно, могут работать. Нет, вы можете работать, конечно, и без сертификатов. Это же, конечно, шутка. Но я имела в виду, что я за свой сертификат, естественно, отвечаю. То есть я даю вам информацию, то, что знаю я. И поэтому хотелось бы, чтобы знали вы. Было у нас с вами четыре больших урока в одном тренинге. Мы с вами прошли где-то около 30 часов. Кто подсчитывал? Вот приблизительно так. Был достаточно сложный материал. Надеюсь, вы все его услышали. Все его поняли. И теперь вам его прорабатывать. Вы будете прорабатывать ещё в течение трёх месяцев. Всем я вам открыла доступ ещё на три месяца. Так что не волнуйтесь, кто купил этот курс, этот тренинг рано. У вас должен он уже скоро был закончиться. Не волнуйтесь. Всем я дала доступ ещё на три месяца. Так что вы спокойно занимайтесь. И не волнуйтесь. Всё, у вас время есть для этого. Мы с вами начали уже решать задачи. И задачи у нас были с вами простейшие пока. Но мы с вами прошли уже всё, всё, что мы можем пройти. Мы с вами прошли обычное окрашивание. Мы с вами прошли тонирование. То есть эти цветовые бани. Простое обычное тонирование. Там ничего сложного нет. Дальше мы с вами прошли уже седину. Мы с вами прошли спецблонды. Мы с вами прошли обесцвечивание. И обесцвечивание не просто как сам факт обесцвечивания, но и всякие смывки. Мы с вами прошли для того, чтобы мы могли рассветлить базу. То есть это всё у нас применяется для разных моментов. Мы с вами прошли смывки просто обесцветить, докопировать тёмный цвет, докопировать какие-то нюансы. Мы с вами умеем теперь делать осветляющие крема, осветляющие пасты, осветляющие масла. Мы все умеем делать сами. Вы помните, все это я вам дала, всю эту информацию. Поэтому вы теперь профи. Вы можете для каждого случая сделать что-то свое. И даже мы теперь с вами знаем, что краска краску все-таки осветляет. Но только если это краска спецблонд. И если у нас не очень темная база, которая у нас изначально дана на полотне. Поэтому всеми этими рецептами мы с вами пользоваться будем. И будем учиться применять эти теперь в задачах. Потому что же у нас клиенты приходят не только молодые, красивые девчонки, у которых нет ни седины. Они просто хотят там подтонировать волосы. Но уже сделанная там, допустим, какую-то технику. Нет. У нас приходят и с сединой, и с тем, что девчонки хотят осветлиться. И не только обесветиться порошком, а осветлиться именно краской. Поэтому мы с вами должны теперь все вот это научиться применять на практике. И будем сейчас с вами усложнять наши задачи. И я вас научу решать их. То есть это что такое решение задачи? Еще раз я напомню вам. Это подход к клиенту. То есть вот вы должны именно так и делать. То есть решение задачи мы с вами именно так и делаем. То есть пришел ваш клиент. Что вы делаете? Вы сначала диагностируете полотно волос. Естественно, вы берите себе листочек бумажки и записываете на нем, что вы видите для того, чтобы вам вначале не запутаться. Это ничего страшного в этом нет. Берете листочек бумажки, на нем же потом вы высчитываете формулы, все подсчитываете, чтобы вы видели и делали, думали и видели. Понимаете? Потому что когда вы в уме просчитываете, вы можете что-то упустить. Когда вы записываете свое действие на листочке, вы видите, что вы пишете. И вы можете просмотреть и проверить себя. Ой, я забыла сделать нейтрализацию. Я забыла же добавить, усилить. Я не тот оксид взяла. Вы все это видите, когда вы записываете. Так что вот это решение задачи, это решение задачи на живом клиенте. Решение вопроса. Давайте вот с вами, например. Если вы хотите какие-то свои задачи, вы мне напишите сразу, и мы будем рассматривать вашу задачу конкретную. Но сейчас, пока вы мне еще не написали, первую давайте я вам что-нибудь придумаю. Конечно же, эта задача будет из головы, но такие варианты тоже возможны. Тоже клиенты приходят с разными у нас проблемами. И вот, значит, давайте возьмем. Самое распространенное, вы сами знаете, у нас шестерка-семерка. Это, ну, может быть, вы не знаете, но я вам расскажу. Так как у нас все-таки Россия, да, то есть у нас европейская часть, и большинство наших клиентов имеют все-таки в большинстве своем семерку и шестерку. Восьмерка есть в меньшей степени, девятка в меньшей степени натуральная, да, а пятерка – это уже считается все-таки больше темный азиатский волос. Сейчас это уже, как бы, тоже меньше, чем семерка и шестерка встречаются у нас. Поэтому мы с вами всегда, как правило, задачи решаем вот где-то на этих цифрах. Но и пятерки у нас тоже с вами будут. И в домашнем задании, если вот вы уже смотрели наш четвертый урок, да, те, кто со мной просто не был в прямом эфире, вы, естественно, в записи его смотрите. Я вам уже там дала несколько задач. И там, естественно, задачи уже усложненные. И я, естественно, жду от вас домашнего задания, решения домашнего задания. И я вам все время говорю про то, что когда вы видите, как вы решаете, я когда вижу, как вы решаете домашнее задание, я могу понять, о чем с вами говорить вот на наших прямых эфирах. То есть где ваши проблемы, что вы недопоняли. Поэтому вы не ленитесь, пожалуйста, пишите мне свои ответы на домашнее задание. Это не значит, что они должны быть правильные. Вы поймете, потому что я вам задаю вопросы, и вы должны будете эти вопросы включать у себя в голове. Почему я задаю вопросы? Потому что именно это и есть ваша логика. Я за вас задаю вопросы. Вы должны этот вопрос запомнить и задать его потом в дальнейшем, когда вы рассматриваете полотно. Поэтому давайте мы все-таки приступим к решению задач. Всем привет! Кто-то к нам подтянулся еще. И начинаем. Давайте возьмем так. Значит, у нас с вами натуральная ваза. Будет у нас шестерка. Так, скажите мне, пожалуйста, я поставила сильное освещение. Отсвечивает или хорошо видно? Напишите мне, пожалуйста. Я пока буду писать, а вы мне напишите. Так, седина у нас... Я напишу, седина, седа будет у нас. Седина у нас будет, допустим, 30%. Напишите мне, пожалуйста, видно или нет. Нормально, да? То есть не отсвечивает. Все хорошо видно. Могу вот так сделать чуть-чуть. Отсвечивает. Давайте я, может быть, все-таки выключу дополнительный свет. Вот так, скажите, лучше? Лучше? Напишите мне, пожалуйста, девочки. Лучше. Все, тогда оставляем так. Меня тоже нормально видно, все хорошо, да? Ну, меня не важно, главное, доску. Да, лучше. Ну, все, тогда продолжаем так. Ага, хорошо. Значит, пишите себе условия задачи, потому что я, походу, буду еще все это стирать, но у вас на листочке должно будет остаться. А, да, те, кто с нами еще не был, давайте с вами напомним о том, что мы с вами занимаемся по... Говорим с вами цифрами на языке эстэн. Мы так решили с девочками, поэтому мы говорим сейчас на языке эстэн. Значит, у нас ноль – это натуральный, один – это пепел. Себе запишите, пожалуйста, кто с нами не был на тренинге. Двойка – это зеленый. Напишите, пожалуйста. Три – это золото, желтый. Четыре – это медь. Пять – красный. Шесть – фиолетовый. Семь – у нас с вами коричневый, то есть шоколадный, да, то есть коричневый. Восемь – это у нас светло-фиолетовый, то есть это половина фиолетового. Все вспомнили? Кто не вспомнил, себе цифры можете сейчас быстренько расписать, какая цифра обозначает что, какой цвет. Поэтому дальше мы с вами говорим о том, что седина у нас 30%. Значит, у нее с вами желание, так, желание напишу здесь. Желание у нее, она хочет, например, восемь-один. Вот такой вот цвет она хочет, но у нее есть еще длина. Буквка D, две буковки D, L – длина. Я также вам их задачу пишу всегда. Так, солнце написало, что отсвечивает. Жемчуг, получается жемчуг, да, потому что там есть и синий, и что у нас там с вами, да? Да, и синий, есть и фиолетовый. Ну, это синего там совсем мало практически, поэтому половину фиолетового мы называем. Ну, он называется жемчуг, но чуть-чуть туда синего все равно добавлено. Но совсем чуть-чуть, поэтому мы, когда расписывали и решали наши именно задачи по соединению цветовых нюансов, мы его вообще не учитывали. Мы просто брали половину фиолетового. Так, давайте дальше. Значит, длина. Помните, да, я вам сейчас нарисую, как вы должны себе потом тогда расписывать. Потом я сотру и будем дальше с вами считать. Допустим, длина у нас с вами, значит, у нас была шестерка, желание восьмерка. Длина. Значит, давайте смотреть. У нас, помните, когда мы рассматриваем полотно волос, да, то есть клиента полотно, мы с вами смотрим корни и дальше именно проблему на полотне, то есть по длине. Потому что здесь могут быть полоски, да, они могут быть светлее, могут быть темнее. И вы тоже рассматриваете и диагностируете именно длину по полотну. Поэтому длина у нас, например, здесь семь-три. Это у нас получается сначала корень, как вы понимаете, шестерка. Да, поэтому мы с вами сразу же давайте нарисуем волосы. И пишем себе. Здесь у нее, значит, шесть, да, то есть корень отрос. Кстати, помните, мы с вами говорили, что отросший корень – это тоже значение большое имеет. Отрос корень на один, там, полтора-два сантиметра, либо он отрос на десять сантиметров. То есть, соответственно, разная работа. Вот конкретно здесь у нас с вами, допустим, отрос до двух сантиметров, там, до двух. Поэтому на него сейчас мы внимания обращать не будем, потому что, ну, отрос, в общем-то, два сантиметра мы с вами можем покрасить спокойно. Дальше у нас где-то идет с вами семь-три. Помните, вот это вот семь-три. Вот это у нас часть. Дальше у нас с вами переходит восемь-три. Значит, у нас будет где-то вот так вот восемь-три. Вот сюда. И конец, кончик у нас с вами, пускай, будет десять-три. Вот этот вот у нас с вами кончик десять-три. Всем видно, все понятно. То есть вы можете даже здесь себе записывать 10, 3, 8, 3, и здесь у нас 7, 3. Можем вот так вот записать. Вот это вот у нас с вами дана задача. Видите? То есть у нас натуральная база 6, полотно у нас 7, 3, 8, 3, 10, 3. И седина, не забывайте, у нас еще 30%. Это вот здесь, потому что, конечно же, вот по полотну мы с вами седину уже не видим. Мы можем видеть блик, но так как волос окрашенный, мы уже на седину, на окрашенных волосах вообще не обращаем никакого внимания. Нам надо главное с вами понять, что у нас, мы хотим с вами, видите, у нас желание. Желание идет 8, 1. Вот это вот, 8, 1. И вот это нам главное в этой задаче. То есть нам надо из шестерки вывести в восьмерки. Восьмерку из семерки вывести в восьмерку. Из восьмерки получить холодную, правильно? И из десятки нам надо получить восьмерку, правильно? Поэтому, смотрите, я сейчас вам уберу в данном случае ваш волос. Да, вот это полотно волос. Мы с вами сейчас его уберем, а вы себе оставьте. Так, и вот смотрите, как вы должны сейчас это все расписывать. Сейчас я вам тоже здесь уберу, а то много у меня тут чего написано. Да, здесь у нас с вами восьмерка, трешка. Сейчас я побольше возьму, мел, а то маленький какой-то взяла. Трешка, здесь десятка, семерка, да? Вот смотрите, когда мы с вами смотрим и думаем, как решать задачи, мы должны с вами на каждом этапе, вы понимаете, у нас один пункт, второй, третий, четвертый. То есть нам для каждого пункта надо придумывать, что нам надо сделать и в какой последовательности. Раз, два, три, четыре. И еще усложняется тем, что у нас седина, правильно? Поэтому пишем. Нам с вами из шестерки надо сделать восьмерку, восемь и один. Что мы для этого должны сделать? Мы должны с вами осветлить, стрелочка у нас осветлить наверх. Пишите все себе стрелочка наверх. Считаем, на сколько тонов. Значит, шесть, семь, восемь. Дошли до восьмерки, три тона. Но у нас какая восьмерка с вами? Холодная. А значит, мы должны еще поднять. Понимаете? Если мы с вами не поднимем, у нас получится теплый цвет. Поэтому мы должны с вами поднять еще на один тон. Но на один тон, либо на полтона, вы смотрите уже по структуре волоса. Я вам всем давала вот такую вот табличку. Когда мы с вами понимаем, на сколько тонов. Табличку я просила вам сделать как шпаргалку для ученика. Эту шпаргалку вы должны себе распечатать. И вот как настольный лист. То есть вы должны постоянно работать с ней. И вот здесь я вам написала оксиды на сколько тонов поднимают. Потому что когда мы в чем-то не уверены, мы можем либо усилить оксид, либо уменьшить. Правильно? А каким путем мы это делаем? Путем смешивания наших оксидов. Поэтому давайте считать. Нам, по идее, надо поднять на 3,5-4 тона. Пишите, какой оксид нам нужен для этого. Я пишу здесь нам, что надо осветлить на 4 тона. Но мы понимаем, 3,5-4, это все зависит от толщины волос. Если волос толстый, то нам, возможно, надо на 4 тона. Если волос тонкий, то нам хватит на 3,5. Напишите, какой оксид нам надо взять для этого. Я жду. Давайте активно участвуйте со мной в работе. Я бы хотела, чтобы вы это понимали. Мои хорошие, не спите. Пишите, какой оксид нам надо взять для того, чтобы поднять на 4 тона. Двенадцатый. Двенадцатый. Так, умнички. Молодцы. Хорошо. Но вы не забывайте о чем. Смотрите, дальше у нас идет по длине. С вами семерка. Понимаете? Чтобы у вас девятка Лада написала. Смотрите, у нас семерка. Вопрос того, сможем ли мы рассветлить эту семерку до восьмерки. Будь то там бытовая краска, небытовая краска. Двенадцатый, Лариса. Девчонки, вы молодцы. Правильно. То есть вы правильно сообразили. Девятка у нас с вами поднимает на 3 тона. Двенадцатый на 4 тона. Я вам давала табличку, вы все помните. Но мы же с вами, смотрите, рассматриваем семерку. Нам же тоже нужно с ней что-то сделать. Сейчас будем оговаривать, что. И это корень. Вы не забывайте, это корень. Поэтому и у нас еще седина с вами 30%. Во-первых, за счет седины у нас волос будет чуть-чуть светлей. Да, потому что седина, это что у нас? Это воздух. Это пустой волос, там нет пигмента. Поэтому 30% нам даст что? Плюс большой. Во-первых, девятка ли она? Хорошо. Вот я вам сейчас все как раз рассказываю, а вы просто слушайте теперь. И дальше мне, кто сообразил, будет писать сразу же новый ответ. Да? Смотрите, у нас с вами 30% седины. Что дает нам седина? Есть плюсы. Конечно, ее закрасить сложно. То есть 100% она на уровне восьмерки у нас не закрасится. Вы помните, я вам говорила, что у нас хорошо закрашиваются седина. Это начиная с шестерки и ниже. Начиная с семерки и выше, у нас с вами седина закрашивается плохо. Поэтому блик у нас останется на восьмерке. Что дает нам светлость. И плюс 10,5, 9,12. Умничка, Надюша. Вот это вот уже другой разговор. И у нас получается с вами, что... Забыла я, что... А, и седина, про седина. Во-первых, она получается светлее. Да, потому что она закраситься на 100% не может. У нас в восьмерке нет достаточного количества пигмента. Да, помните, я вам рисовала тюбик краски. Каждого... Какой базовый пигмент находится в каждом тюбике. И вы помните... Так, Лиана, точно в 7. Два цвета, можно 12. Лиана, не поняла я. В 7. Это что такое? В 7. Два цвета, возможно, 12. Напишите, Лиан, не поняла я то, что вы написали сейчас. Так, и, значит, у нас что еще большой плюс с сединой? Седина у нас очень хорошо берет... Что? Холодный цвет в себя. Что дает нам опять плюс, потому что у нас будет вот этот холодный блик. Что нам даст больше холодного оттенка именно при окрашивании, после того, как мы высушим. Седина возьмет в себя больше холодных цветов. Поэтому тоже, конечно же, плюс. Вот, поэтому, исходя из этого, что у нас еще с вами здесь дальше идет семерка, да, и надо еще узнать, как она у нас рассветлится. Я бы все-таки здесь чуть-чуть сделала глубже, да, тон. То есть я бы не засветляла корень, поэтому я бы взяла, вот как написала Надя нам уже, окислитель чуть меньше, чтобы у меня не засветлился, чтобы он не сиял корень. А если волос очень тонкий, то, может быть, я бы взяла бы даже и девятку. Вы тоже это имеете в виду, потому что седина, это есть седина, она дает более светлый эффект, да. А если седина еще и больше 30%, здесь у нас все-таки минимальное количество седины 30, а если седины больше, то волос сам по себе уже светлее, его сильно осветлять не надо. Его надо больше будет просто затемнять. Поэтому мы с вами должны здесь осветлить на 4 тона, но окислитель мы можем взять либо девятку, либо 10 с половиной. Поэтому вы для себя должны определить. Вот это у нас с вами первый пункт будет, и вы его можете на листочке где-то записать, да, потому что мы сейчас с вами рассуждаем, просто рассуждаем. Значит, вот мы с вами должны сначала, значит, это для нас первое, а какое по очереди, что мы делать будем, мы дальше сейчас будем с вами решать. Значит, первое, окислитель у нас с вами должен быть 9% либо 10 с половиной процентов, да. Это первое, что мы для себя уяснили. И это пока только у нас идет на корне, правильно? Но у нас есть седина. А раз есть седина, у нас появляется сразу формула. Мы не можем взять чистый цвет, да. Мы возьмем чистый цвет, и на выходе мы не получим ничего. Так, имела в виду, что в семерке и оранжевый, и желтый, поэтому выше нужен оксид. Умничка. Да, Лиан, я с вами согласна, поэтому мы взяли с вами, да, 10 с половиной можете взять. Я думаю, что будет очень хорошо, если волосы, еще раз повторю, не толстые. Если волос нормальный, 10 с половиной будет достаточно. Если волос у вас толстый, то возьмите 12% оксид. Тут уже вы, естественно, смотрите по обстоятельствам. Так, дальше. У нас с вами седина. Пишем формулу, какую я здесь должна применить, чтобы закрасить седину 30%. Пишем формулу мне. Это у нас будет рассуждение под номером 2. Мы должны с вами понимать, какую формулу мы с вами должны здесь взять. Формула какая? У нас седина 30%. Значит, что мы должны взять? Вспоминаем правила по колористике, по окрашиванию седины. Правила я всем давала. Так, две части натурального, одна часть модного. Совершенно верно. Но это саглар уже получается то, что я вам по секрету сказала. Наоборот. Нет, смотрите, я вам по секрету сказала, что мы с вами, если 30-50, 30 берем уже как 50%, потому что седина может быть стеклянной. И вот, чтобы вы не лоханулись, простите за мой русский, лучше возьмите тогда чуть больше. Можете, например, не две части, а там, например, полторы части. Да, ну, там уже как бы посмотрите на то, какая по структуре, какой волос, как вы можете определить, стеклянная седина, либо не стеклянная. Посмотрите на полотно волос. 8,0 плюс 8,1. Алена решила так. А мы сейчас с вами будем рассуждать, так ли это или нет. Ален, вы не написали, в какой пропорции. Мне еще нужно, чтобы вы написали мне пропорцию. Так вот, смотрите, когда вы не понимаете, какая седина, ну, никто не понимает, как легко она закрашивается или тяжело закрашивается. Мы все говорим, что сложно закрашивать седина на толстых волосах. Ну, закрашивается она сложно. Ну, поверьте, из практики и на тонких волосах она плохо закрашивается. Особенно, если это восьмерка, семерка. Плохо она закрашивается. Просто плохо. Понимаете? Поэтому вы должны это сразу как бы учитывать. Когда седины у нас мало с вами до 30%, мало до 30%, мы с вами тогда не паримся и делаем две части модного, одна часть натурального пигмента. Но когда у нас с вами 30% и выше, да, и больше, то я бы вам уже рекомендовала все-таки одну треть для седого. Ангелин, я как раз вот сейчас об этом и говорю. 50 на 50. Вот я просто вам из практики говорю о том, что вы, когда на полотно смотрите, вы видите, седина сильно видна. А если седина сильно видна, значит, это стеклянный волос. То есть она плохо закрашивается. Соглав. Смотрите, полтора на полтора, это у нас получается как раз 50 на 50. Если полтора и одна часть, да, то это уже будет тогда ближе к делу. То есть математику, считаем математику. Если полтора и полтора, то значит 50 на 50 получается у нас. Чисто математический подсчет. То есть получается, например, допустим, не две части модного, например, а, допустим, если, например, допустим, мы возьмем три части модного и две части, например, допустим, какого у нас. Ой, не соображаю, девочки, скажите мне, пожалуйста, чтобы у нас не пополам было полтора, не две части, а получается, если по 0,5 сделать и одна часть модного. Это больше получается тогда седины. А, тогда получается у нас две и полтора. Две модного, полтора натурального. Видите, я сама считать не умею. Две модного, например, допустим, и полторы натурального части. То есть, если мы один, саглара, один к одному. Хорошо, все, решили, делаем 50 на 50, то есть один к одному. Хорошо, значит, вы поняли, да, что мы с вами определяем на полотне, именно если на полотне седина хорошо бликует, сильно бликует, да, а значит, соответственно, седина плохо закрашивается. И в этом случае вы тогда делаете седину уже 30%, закрашиваем один к одному. Понятно? Значит, мы с вами решили, что седину мы с вами закрашиваем, так как у нас еще с вами восьмерка здесь, светлый цвет, мы берем с вами один к одному. Все, решено. Один к одному. Теперь давайте с вами третье рассуждение наше. Третье. Нам теперь надо понять, какой взять краситель, чтобы на выходе нам получить восемь-один. Мы с вами должны рассуждать, какой взять краситель. Пишите. Значит, соответственно, мы с вами от чего пляшем? Мы пляшем с вами не от старта, да? Вы помните, мы подбираем от старта только что? Мы от старта с вами подбираем спецблонды. Правильно? Здесь мы с вами рассматриваем финиш. У нас с вами желание восемь-один. А значит, соответственно, нам подбирать краситель надо, да, именно, да, чтобы мы с вами и нейтрализацию сделали сразу, да, желательно нейтрализацию делать красителями, потому что, я вам уже говорила, там все сбалансировано. То есть там будет как раз нейтральный цвет на выходе. Краситель у вас отыграет. Поэтому мы с вами должны выбрать наш краситель, и чтоб покрасил, и чтоб нейтрализовал. Ну, еще потом мы немного с вами добавим наших микстанов, да, то есть для усиления. Пишите, какой же нам с вами все-таки нужно взять краситель, чтобы сначала нейтрализовать, и потом еще какой взять краситель, который, чтобы нам получился холодный цвет. Девять, шестнадцать, девять, восемнадцать. Аленочка, мы, у нас уровень восьмерки. Откуда у нас девятка? Девочки, откуда у нас девять ноль, девять восемнадцать? У нас желание восемь и один. Зачем нам девять? Пишите, пожалуйста. Поправочки. Так, восемь ноль, тридцать грамм. Восемь и один шестьдесят грамм. Десять с половиной. Это ли она так считает? На тон? Нет, девочки. На тон выше мы не берем. Совершенно неверно. Мы берем тон в тон. Мы берем окислитель выше, чтобы мощность осветления поднять. Понимаете? У нас как работают с вами красители? Вспоминаем. Давайте все серьезно подходим к этому. У нас краситель, который перманентный, проходит определенный путь. Я вам сейчас буду говорить не профессиональным языком, а так вот, чтобы вы быстро поняли. У нас идет обязательно осветление, затемнение, кондиционирование, да? То есть мы с вами проходим три этапа с красителем. Когда нам мы осветляем, значит, нам надо поднять... Ларис, ну семя один-то откуда? У нас на осветление работает оксид, правильно? Поэтому, когда у нас оксид с вами смешался с красителем, сначала первые там минут пятнадцать-двадцать он идет в процесс осветления, то есть быстрый процесс осветления. Затем у нас идет процесс затемнения. То есть у нас уже дальше пигмент заходит в волос. Вот мы раскрыли чешуйки, убрали свой, поработали с натуральным пигментом со своим. И теперь на место натурального пигмента заходит у нас искусственный пигмент, который образовался за этот период, да? Вот пока краска на волосах, образовался у нас искусственный пигмент. И он замещает, да, свой натуральный природный пигмент. Для чего нам надо брать, я не понимаю, ни семь, ни девять? Девочки, у нас желание какое? Восемь. Мы берем восемь. Нам не надо другой цвет. Нам надо восемь. Откуда здесь девять и семь? Семь вы затемните. Девять вы засветлите корень. Восемь шестьдесят один. Надя, что мы делаем восемь шестьдесят один? Восемь шестьдесят один мы нейтрализуем, правильно? Мы нейтрализуем с вами наш фон осветления. Вспоминайте, у нас с вами на восьмерке фон осветления. Сейчас я вам переверну. Ой, мамочки, уронила. Ладно, сейчас достану. Фон осветления какой у нас? Желто-оранжевый. Ален, смотрите, вы берете восемнадцать. У нас восемнадцать. Восемь-восемнадцать. Давайте с вами здесь напишем. У нас с вами на уровне восьмерки. Значит, у нас с вами на уровне восьмерки идет какой пигмент? Какой пигмент? Желто-оранжевый, правильно? Желто-оранжевый. То есть восьмерка у нас желто-оранжевый. То есть желто-оранжевый. Вот так. Желто-оранжевый. Значит, нам надо с вами какой выбрать? Фиолетовый и оранжевый. Это синий, да? Это синий. То есть получается фиолетово-синий. Понимаете, нам надо какой выбрать? Значит, соответственно, желто-оранжевый у нас с вами пигмент может нейтрализовать фиолетово-синий краситель. Поэтому у нас с вами Надя написала 861 и правильно написала, да, потому что мы с вами, например, допустим, этот взяли для нейтрализации, и именно фиолетового здесь больше, он нейтрализует желтый, синий у нас нейтрализует оранжевый, но это у нас цифра только для нейтрализации. Если вы возьмёте 861, вы никогда не получите 81 на выходе, поэтому мы с вами должны думать, что сделать надо ещё, да, значит, соответственно, мы взяли с вами 861 для нейтрализации, правильно? Значит, соответственно, но нам-то надо с вами холодный цвет, что мы с вами ещё тогда добавим сюда? Микстон пепел, правильно, микстон мы добавим, но мы же должны работать, я же вам говорила с самого начала. Лучше изначально брать правильные красители, которые отличные, Ириша, вот ты молодец у нас, вот пятёрка, значит, соответственно, нам надо с вами взять ещё 81, нам же нужно ещё добавить же сюда пепла, то есть этот у нас с вами нейтрализует, этот у нас с вами добавится, и у нас вы не забывайте, что здесь ещё у нас седина, поэтому у нас будет ещё обязательно 80, и никак не по-другому, правильно? Вот, а теперь давайте с вами думать, сколько, чего нужно добавить, и надо же будет ещё нам обязательно добавить, как мы с вами говорили, про микстона. Пишите, по какому правилу мы будем с вами рассчитывать микстона? У нас с вами восьмёрка, пишите, по какому правилу мы будем высчитывать? Так, значит, соответственно, и, значит, сколько нам грамм? Мы решили с вами один к одному мы делаем, да? То есть, соответственно, у нас здесь должно быть, например, 10, да, грамм, 10, и, соответственно, этих 20, правильно? У нас здесь модного получается 20, и натурального 20, по правилу 11. Ну, и если 12 рядов у вас, помните, я вам говорила, в палитре, если 12 рядов, то можем и по правилу 12, тем более у нас здесь с вами требуются холодные цвета. Так, значит, соответственно, давайте рассчитаем, у меня здесь не 30 грамм, у меня здесь 40 грамм, сколько и какого микстона я должна добавить? Так, значит, плюс у меня, значит, микстон. Микстон какой? Пепел, да? Мы говорим с вами. Пепел. Это у нас 0,1 будет. 0,1. Сколько грамм? Пишите. Так, а у нас, кстати, микстона есть какие-нибудь полутона? Там синий есть и фиолетовый есть, а зелёный тоже есть. Ну, рассчитайте, 3 грамма. Давайте с вами сосчитаем. Значит так, мы вычитаем из 11. Мы с каких? Из 11 работаем? С 11 решили, раз все пишут. 11 минус 8. 11 минус 8, это получается у нас 3. 3, ну, это же 3 сантиметра, а в граммах это сколько? Ну, смотрите, ну что, вы совсем забыли. Мы с вами считаем, как? У нас с вами идёт 11. Так, видно будет внизу, я вам напишу. 11 минус 8 равно 3. 3, это 3 сантиметра. А граммы это сколько? Это полтора грамма. Полтора грамма. Правильно? Это мы с вами учитываем только для нейтрализации, для окончательной нейтрализации. Правильно? Полтора грамма. Но вы сейчас посчитали мне нейтрализацию, а нам надо что ещё сделать? Напишите, какое ещё основное условие, которое вы забыли мне написать. Мы с вами, да, получаем нейтрализацию здесь, добавляем ещё полтора грамма здесь. Получаем, да, ну, либо 3 сантиметра. Получаем нейтрализацию. А ещё что нужно сделать? Усилить цвет. Смотрите, у нас с вами восьмёрка, которая разбавляет наш цвет. Правильно? У нас здесь половина с вами уходит на нейтрализацию. Вот это с фиолетовым ушло на нейтрализацию её. Правильно? 2 грамма. Да, полтора-два грамма можете добавить пепла. Правильно. Значит, у нас ещё с вами на нейтрализацию ушёл. Ушёл. Извините, пожалуйста. На нейтрализацию ушёл. Ушёл. На нейтрализацию ушёл. Либо вот этот вот ушёл у нас. Потому что, вы понимаете, при осветлении, я вам уже говорила, да, когда мы берём большие оксиды, большие оксиды с холодными цветами, что получается? Холодные цвета не любят высоких процентов. Помните, запомните это навсегда. Холодные цвета не любят высоких процентов. Как только вы берёте мощные оксиды, у вас получается что? Холодный цвет съедается. И вы должны это тоже сразу же в голове себе вспоминать. Вот эти вот выражения, которые я говорю, просто запомните. Они легко ложатся у вас. Соответственно, у вас 100%. И то, и другое уйдёт на нейтрализацию. И это тоже уйдёт, потому что у нас с вами 10,5-12 оксид. Он съест 100%. Да? Поэтому вам надо ещё обязательно добавить для усиления микстон. Правильно? Для усиления цвета. Вы добавить можете также ещё чуть-чуть пепла. Но лучше. Вы помните, я вам говорила. У нас с вами на уровне восьмёрки, да, идёт какой пигмент стойкий? Жёлтый. Правильно? И когда мы говорим с вами о жёлтом пигменте, у нас с вами изобрели очень хорошие микстона, которых вы можете класть много, чтобы убрать этот жёлтый цвет. Это антижёлтые цвета. Вы добавляете сюда антижёлтый цвет, ещё плюс, и дальше уже вам получится полегче. То есть антижёлтый хорошо проработает ваш жёлтый пигмент, который в восьмёрке находится. Помните, у нас осветление восьмёрки идёт жёлто-медный. Помните все. Поэтому, когда вы ещё добавите антижёлтый, вы его можете, не боясь, добавить туда чуть ли не пять грамм. Ничего вообще плохого не будет. Он настолько прозрачный пигмент, что он не перенасытит волосы. То есть он холодным у вас от этого волос не будет. Но он хорошо поборется с жёлтым. У вас ещё от этого зелень не проявится. Потому что вы, когда кладёте пепел, да, на наш фон осветления, на жёлто-медный, всегда может проявиться зеленца. И вот когда вы кладёте антижёлтый, можете вообще не бояться добавлять во все блонды его. Именно добавлять прям хорошо. Не стесняйтесь. Ну, добавьте там 3 грамма, например, допустим. Вот. Потом, значит, кстати, полтора грамма правильно мне там Надя поправила. У нас с вами 40 грамм. Поэтому у нас с вами пепла должно быть чуть-чуть больше здесь. Отлично. Отлично. Мы с вами ещё добавляем зелёный корректор, да. Но когда мы с вами добавляем зелёный корректор, да, мы с вами думаем о том, что зелёный, да, он может нейтрализовать красный. Но в меде, у нас же, помните, фон осветления? Жёлтый, медный. В меде содержатся две молекулы. Это тоже сложный цвет. Жёлтый и красный. В зелёном мы красный нейтрализуем. Останется опять же жёлтый. Поэтому, да, в этом случае вы можете взять здесь не один, например, а шестнадцать. Либо там восемнадцать. Понимаете цвет? Восемь шестнадцать, либо восемь восемнадцать. Кто-то мне там писал из вас. Восемь шестьдесят один Ирина написала. Вот, Алёна писала. Восемь восемнадцать, восемь шестнадцать. Понятно? Можете добавить сюда. То есть здесь будет чуть-чуть у нас с вами. Чуть-чуть, немножко. Это получается одна третья часть фиолетового. Тогда вы можете добавить зелёный. Ноль двадцать два. Немножко. И плюс ещё антижёлтый. Антижёлтый. Пишу вам. Антижёлтый. Вот эти вы микстана, когда добавите. И у нас с вами получится на корнях холодный, красивый цвет. Почему мы взяли восьмёрку? Нас же интересует уровень восьмёрки не девятки, не семёрки. Нас интересует уровень восьмёрки. И для того, чтобы у вас уровень восьмёрки, да ещё холодный, хорошо лёг, да, мы с вами должны осветлить хорошо наш корень. То есть мы должны поднять фон осветления выше, чем в восемь, для того, чтобы восьмёрка потом чистенько у нас хорошо легла. Вот это мы с вами разобрали. Только первую часть задачи. Вы себе вот это сейчас всё запишите, не забудьте, потому что у нас мы ещё не знаем, каким шагом мы пойдём первая. Мы с вами пока только разобрали какую-то часть. И мы с вами ещё не решили задачу. Это наше нерешение задачи. Вот это вы себе запишите, и мы с вами делаем, разбираем наше полотно дальше. Мы же с вами ещё, понимаете, до конца всё, вообще ничего ещё не сделали. Просто пока разобрались с корнями. Это одна из четырёх задач, которые у нас есть. Я вот это стираю. Если я что-то забыла, вы мне напишите тогда, хорошо? Если я сейчас сотру, потому что дальше мы с вами будем писать формулы, и, соответственно, я могу просто подзабыть, что я здесь писала себе. Так, дальше. Следующий этап. У нас с вами семь-три. Что нам надо сделать для семь-три? Опять же, нам надо с вами осветлить. Вспоминаем, на сколько тонов. Так, дайте-ка я посмотрю, что вы пишете. Так, ничего, пока больше не написали. Значит, соответственно, нам надо осветлить. Семь-восемь, правильно? Надо чуть-чуть светлее поднять. Если вот никто не пишет, я жду, что вы сами писать будете. Так, значит, если добавить так много фиолета, не получится фиолетовый цвет. Ир, а где мы с вами добавили фиолетовый много? Смотрите, у нас с вами... Я сейчас пока про семь-три, сейчас мы пока остановимся. Так, капец. Марита, нет, это не капец. Это всего лишь колористика. Смотрите. У нас с вами фоносветление, да? Получается желто-медный. Это тридцать-четвертый. Правильно? Чтобы нам заглушить тридцать-четвертый, нам надо взять фиолетово-пепельный. Шестьдесят первый. Правильно? Здесь ничего сложного нет. Но здесь вы получите всего лишь коричневый. То есть вы получите восемь-ноль. Понимаете? Это колористика. Вот мы с вами... Сейчас, секунду, поверну вам. Вот мы с вами, когда говорим об этом, вот у нас желтый цвет нейтрализуется фиолетовым. Сейчас, секунду, не вижу я его. Желтый цвет вот нейтрализуется фиолетовым. Видите? Вот. Желтый фиолетовым. Вот. Нейтрализуется. А если у нас с вами желто-оранжевый, то он у нас нейтрализуется фиолетово-синим. Ничего не вижу. Желто-оранжевый нейтрализуется фиолетово-синим. Здесь неправильно написано. Здесь написано синий-фиолетовый. Синий-фиолетовый – это больше синего, меньше фиолетового. Вот, видите, у нас с вами нейтрализация идет. То есть вы должны знать... Или давайте вот эту покажу вам табличку. На ней написано лучше. Вот у нас с вами желто-оранжевый цвет. Вот он. Желто-оранжевый цвет у нас с вами нейтрализуется. Видите? Фиолетово-синим. Эти таблички все у вас есть. Это в доступе абсолютном у нас еще в интернете везде есть. Вы можете тоже их взять. Значит, соответственно, у вас же получится 8-0. Но нам-то 8-0 вообще никак. Нам же нужен холодный. Поэтому мы с вами добавляем еще. Поэтому мы с вами добавили 8-16. Почему 8-16 мы добавили? Потому что мы добавили еще 0-22. А 22-й – это у нас зеленый. Понимаете? И чтобы наш зеленый не стал зеленым, мы с вами добавили фиолетовый. И что нам даст это? Фиолетовый нейтрализует у нас. Потому что фиолетовый содержится красный. И он еще уйдет на более холодный цвет. Понимаете? То есть получится эта нейтрализация. И здесь у нас именно останется то, что нам нужно. Потому что у нас фиолетовый состоит из красного и синего. И когда мы зеленый с вами нейтрализуем, из фиолетового здесь чуть-чуть, там останется синий, что даст нам более холодный оттенок. Понятно? Лен, вы пропустили все совершенно, да? Наверное, вы только что подошли. Я писала перед этим. Вы просмотрите, что мы зеленый добавляем. По поводу вот как раз зеленого, я об этом вот сейчас, в данный момент и говорю. То есть мы с вами добавляем зеленый. Поэтому у нас с вами для седины еще раз давайте напишу. У нас с вами для седины вот здесь мы с вами составляем формулу. У нас с вами идет 8,0, да? Мы решили, там 20 грамм она идет. Мы с вами дальше идем. Берем 8,61, 10 грамм. Мы берем 8,16, 10 грамм. Плюс у нас с вами идет микс тон. Мы с вами берем 0,1. Плюс микс у нас с вами... Давайте я без микс тон, а то очень много места занимаю. Вы поняли у нас уже. 0,1 плюс 0,22. Правильно? Берем с вами все. И это, и это. Вы теперь видите, Лен? Потому что мы уже об этом говорили. Но просто вы все забыли или вы подошли позже. Ну, неважно, в общем-то. Мы с вами берем для чего. Потому что фиолетовый здесь, фиолетовый здесь. Мы взяли зеленый. У вас на выходе получается и нейтрализация, и еще плюс антижелтый. Антижелтый. Мы берем. И берем его для чего? Антижелтый. Да, для того, чтобы он с вами у нас, именно желтого много которого у нас нейтрализовал. И наш синий не вступил в реакцию. Потому что мы, смотрите, берем зеленый. Зеленый сработает с фиолетовым. Правильно? И этот же фиолетовый у нас должен уйти на отработку нашего фоноосветления, который у нас на восьмерке. Вот здесь. На фоноосветление нашей базы. Нашего натурального пигмента. И это сейчас просто как бы вам сложно. Но вы поймите. Восьмерку вот здесь, когда мы берем 8.0, это у нас для седины. Мы берем ее 20 грамм. Но она же еще и разбавляет наш цвет. То есть вот 8.61 и 8.16, он не получится именно таким интенсивным, как вы пишете. У нас здесь всего лишь его 50%. У нас больше с вами нейтрального, то есть восьмерки натурального цвета. И чтобы нам сделать нейтрализацию и плюс еще усилить цвет, мы для этого с вами и берем вот этот вот весь расклад. Обязательно антижелтый. Обязательно пепел. Да, у нас с вами пепел мы писали 2 грамма. 2 грамма антижелтый. А сколько мы с вами капнем зеленого, напишите. Антижелтый мы с вами капаем 3 грамма. А сколько нам зелененького с вами нужно капнуть? Нам с вами нужно совсем его чуть-чуть, где-нибудь 0,5. Да, то есть 1 сантиметрик маленький такой выдавите, а то может еще и полсантиметрика. Потому что нам не надо всего лишь его заматировать. Потому что мы здесь хорошо с вами добавили. А, мы с вами еще здесь не проговорили, вы мне не написали. 1 грамм. Можно 1 грамм добавить, но это будет немножко многовато 1 грамм. Я бы вам полграмма все-таки. 1 сантиметр давайте добавим. Да, 1 сантиметр. А, мы с вами проговорили про нейтрализацию, а нет у нас здесь с вами усиления. Где у нас усиление? Мы с вами не добавили для усиления оттенка. Видите, мы с вами проговорили про нейтрализацию, а усиление пепла где? Если желание из шестерки в девятку, то нужно брать порошок вместо красителя. Смотрите, вы в девятку выйдете, когда берете 12% из шестерки в девятку, вы выйдете легко, но другим красителям. Вы выйдете из шестерки в девятку спецблондом. Спецблонд вас спокойно выведет в девятку. Понятно? Не надо для этого брать порошок, потому что порошок все-таки это... Да, Ириш, я ответила как раз спецблонд. Вы спецблонд, вы должны вспомнить, как у нас поднимает спецблонд. У нас на девятке мы как раз можем спокойно на 4 тона выйти. Вы со спецблондом используете 9% оксид и вы выйдете спокойно в девятку, потому что с 12% вы можете даже дотянуть до десятки. Так, а сколько чего вы там мне написали? Пепел усилить – это фиолетовый и зеленый. Пепел усилить – это фиолетовый и зеленый. Пепел усилить – это фиолетовый и зеленый. Это да. Мы с вами как раз и проговорили. Вот у нас здесь с вами фиолетовый, вот у нас с вами здесь зеленый. Но мы с вами можем как усилить, так и нейтрализовать. Правильно здесь? Поэтому, конечно же, мы с вами здесь добавили фиолетовый, здесь добавили зеленый. Видите, вот у нас двойной фиолетовый. И здесь еще зелененький. Но это все равно половина. Поэтому, соответственно, нам надо просто с вами на выходе, мы здесь с вами все это сделали, все это ушло, съело друг друга, потому что у нас окислитель с вами достаточно высокий. И нам пепел надо все-таки усилить пеплом. То есть мы с вами должны добавить чуть больше пепла. Например, допустим, 3 грамма. И тогда у вас получится усиление нашего еще тогда вот этого пигмента. Не только нейтрализация, но и усиление. Антижелтый взяли, зелененький взяли, фиолетовый взяли в красителе, потому что я вам уже говорила, что фиолетовый микс тона – это антижелтый свет. Нет, антижелтый у нас сейчас вообще во всех брендах есть. Это уже готовый микс тон, который нейтрализует желтый пигмент. Который у нас потом на выходе, когда мы делаем эту нейтрализацию, он прям как платино получается, если вы десятку нейтрализуете. Он получается очень прозрачный. Я делала тестирование антижелтого плюс фиолетовых микс тонов я делала тестирование. Посмотрите, это видео, оно не длинное, у меня где-то вот оно есть. Я тестировала, и вы тогда поймете, как ложится на девятку антижелтый, как ложится у нас на десятку. Или там восьмерку я не делала, я уже не помню, какой я там сделала. Посмотрите, в записи он есть, именно на ютубе поковыряйтесь. То есть антижелтый – это специально сбалансированный цвет, который дает хорошую нейтрализацию именно для желтого. Поэтому его вы можете добавлять много, не бояться. Если вы добавите много фиолетового, вы уйдете в розовый, правильно? Если вы добавите много синего, зеленого, сами понимаете, оттенок будет не тот. Антижелтый – это прям отличный корректор. Вот прям корректор, корректор. Вы его можете добавлять, не боясь, вообще во все блонды. А блонды у нас, помните, восемь, девять, десять, спецблонды. Вы добавляете везде. Есть ли смысл добавлять антижелтый в семерку? Напишите мне, пожалуйста. Есть ли смысл добавить антижелтый, вот этот корректор, на уровень семерки? Напишите, пожалуйста. Так, кто меня здесь спрашивал, я уже забыла. Кто-то позже к нам подошел. Ну ладно, в общем-то, я сейчас уже не найду. Здесь тогда все, вот я еще раз повторила нормально. Все сейчас понятно вот здесь. Я вам тогда дальше, мы дальше переходим к следующему, к следующей части решения задачи, иначе мы эту никогда не закончим. Это мы с вами разобрали только первую часть, да, первое решение, которое должно быть. Так, что-то мне никто не пишет. Для семерки нужен антижелтый? Для уровня семерки. Так, все молчат. Я жду-жду от вас ответа, я пока буду писать вам дальше. Так, значит, вторая часть у нас. Как мы с вами сказали, у нас идет что? Это следующая часть семерка. Не, зачем? Правильно, Лен, по идее, там в семерке можно добавить? Можно, можете добавить, хуже не будет, но, в принципе, он там сильно не нужен. Почему? Потому что у нас с вами в семерке все равно больше меди. И вы можете добавить желтый, чтобы нейтрализовать желтый, можете чуть-чуть добавить. Ну, можете добавить и краситель, который тоже у нас содержит в себе фиолетовый, он тоже спокойно сыграет. Там, например, шестнадцатый тон, он спокойно сыграет на это чуть-чуть, чуть-чуть маленькое количество желтого. Вот, поэтому можете добавлять, совершенно не боясь опять, но учитывайте о том, что семерка все-таки пигментировала больше, да, тоже как бы можете добавить тогда его побольше. Там тоже грамм три-четыре вот так вот добавить можете, но он вам не сделает все равно платье, ну, вы понимаете, потому что семерка – это уже достаточно темный цвет. Вы можете для перестраховки добавить его. Антижелтый дотянет на седьмому ГТ, а дотянет до чего? Мы же с вами закладываем нейтрализацию, когда красим. Мы с вами, например, допустим, 7.1, когда хочет, да, наша клиентка. 7.1, 7.1 – это синий, да, в себе содержит пепел, содержит в себе синий. Если мы с вами кладем чистый синий цвет на сорок третий фон осветления, у нас может проявиться зелененький, да. Или, например, допустим, когда мы с вами натуральный цвет, даже, допустим, она 7.0 хочет. Мы кладем с вами коричневый, да, на седьмой уровень, то есть на сорок третий фон осветления кладем коричневенький. И в итоге все зависит от того, чего там у нас намешано в нашем натуральном пигменте. Имеется в виду в красителе, потому что иногда красители у нас содержат в себе больше синего. Какие-то красители основаны на зеленом цвете, и, соответственно, желтый нам как раз вот сыграет очень плохую шутку. Поэтому, если вы добавите антижелтый, ну, никогда плохо от этого не будет, потому что вы тогда не получите зелени на волосах. Потому что некоторые же красятся без какого-либо оттенка, они красятся натуральными цветами. И вы, наверное, видели, что когда красятся натуральными цветами, иногда ходят они такие златовласочки, легкий отлив зелененький есть. Вот поэтому, как бы, вы можете либо добавить тогда фиолетовый туда, чтобы нейтрализовать этот зеленый, да, либо положить антижелтый, тоже у вас будет такой спокойный нейтральный цвет. Но это мы говорим про уровень семерки, можно или не можно. Так, в нем пигмента максимум до восьмого, пигмента маловато будет. Лен, совершенно верно, что когда надо, все звонят. Простите, пожалуйста, когда не надо, наоборот. Конечно же, на уровне, еще раз повторю, семерки есть оранжевый, и нам надо нейтрализовать его. Конечно же, это основное. Но никто не исключает, что, во-первых, оранжевый состоит из красного и желтого, и плюс еще у нас, еще желтый есть там, потому что у нас фон осветления семерки – это сорок третий. Там оранжевый состоит из желтого, еще плюс желтый есть. Поэтому логика ясна. Конечно же, антижелтый можем добавлять. Но можем добавлять и фиолетовые цвета, правильно, тона, чтобы нейтрализовать наш вот этот вот желтый цвет. И синий, само собой. Так, это все понятно? Дальше переходим. Напишите мне. Или еще раз объяснить, повторить. Напишите «да», «нет», если понятно. Связь задерживается, видать, опять тормозит. Ага, переходим. Ага, отлично, все, поехали дальше. Дубль 10. Подходим к нашей теперь семерке. Кто заранее мне что-либо скажет по поводу того, что же нам надо здесь сделать? Ведь у нас семерка, а значит, это, соответственно, была какая-то краска смытая, правильно? Потому что у нее своя база шестерка. Дальше у нее идет от корней следующая полоса. Как вы помните, я рисовала волосы. Там семерка у нас, семь-три. Соответственно, это какой-то краситель, которым она красила перед. Поэтому нам надо думать, что же нам сделать? Ее надо осветлить, правильно? И осветлить нам надо считать. Семь, восемь, а, соответственно, чтобы цвет лучше лег холодный, до девятки. То есть получается, где-то два с половиной тона нам надо осветлить. Потому что если мы с вами засветлим больше, у нас нам надо будет тогда делать припигментацию. Тем более мы смотрим, дальше у нас восьмерка идет. Нам надо приблизительно выйти в восемь-три. Где-то два с половиной тона. Что мы для этого должны сделать? Кто со мной был на колористике? Порадуйте меня. Что мы можем сделать вот с этой полосой семь-три? Напишите. А может быть, кто-то вообще из девчонок, кто со мной сейчас, знает об этом. Кстати, я просто не в курсе. Мальчишки есть? А то я все время говорю, девчонки, девчонки, потому что в большинстве случаев девчонки приходят и слушают. Откликнитесь. Мальчишки есть с нами? А вы пока пишите. Пока я тут наболтываю. Что же нам надо сделать с этой полосой? Что надо сделать вот с этой полосой? Нам надо осветлить на два с половиной тона. Да, ее? Два с половиной тона нам надо осветлить. На два с половиной тона надо осветлить. Так, добавить 0,0. Я поняла, это у нас с вами аммиачный корректор. Добавить 0,0. А мы с вами сможем, да, если добавим в краску аммиачный корректор, получить на выходе сразу 8,1? Ответьте мне, пожалуйста, сможем ли мы, добавив аммиачный корректор? Нет, не получим. Совершенно верно, не получим. Совершенно верно, никак не получим, потому что это краска. Когда вы осветляете спецблондом аммиачным корректором, да, допустим, каким-то, вы осветляете натуральные волосы, мы с вами, усиливая пигментами, усиливая корректорами наш краситель, мы можем получить холодный оттенок на выходе. Но когда мы с вами краску осветляем, что бы вы туда не добавляли, у вас всё равно будет тёплый оттенок. Ну, вообще он не получится просто никогда. Поэтому здесь мы должны с вами понять, что мы берём с вами либо спецблонд, вспоминайте, либо аммиачный корректор с каким окислителем? Вспоминаем, что у нас, у нас есть с вами расцветляющие даже цветовые бани, которые я вам говорила, можем использовать их. Можем, я вам говорила, со спецблондами использовать разведение там один к двум, один к трём, один к четырём. Всё зависит, на сколько тонов вы хотите расцветлить. Так? С девятипроцентным. В какой пропорции? Девять процентов. Мы с вами поднимем тогда два с половиной тона, да? Поднимем? Поднимем. Поэтому мы с вами, вот это решение задачи, мы делаем с вами краситель. Например, допустим, используем, как мы с вами берём краситель. Двенадцатого... А, мы с вами не двенадцатый ряд, у нас же с вами... Я забыла, Эстель. Давайте тогда думать, какой же нам взять здесь краситель. Помните, мы с вами краситель, Эстель, берём... Вопрос задать ещё раз. У нас с вами по решению задачи мы рассматриваем полотно. То есть вот мы с вами только что поняли, как решать на корнях нашу задачу. Правильно? Поэтому мы теперь рассматриваем полотно. Полотно у нас переходит из семь-три, восемь-три и на концах десять-три. Вот такое вот у нас полотно, сложное полотно. И нам надо решить, что на каждую часть нам надо сделать. Потому что здесь три решения задачи. Вот для вот этого момента. Правильно? Поэтому мы сейчас рассматриваем семь-три. То есть нашу вот эту первую часть. Чтобы нам вывести, у нас желание восемь-один. Поэтому, чтобы выйти восемь-один, нам надо, как мы поняли уже, семь-три осветлить. Семь-три – это краска, это предыдущее какое-то окрашивание. Поэтому нам надо осветлить, как мы решили, на два с половиной тона. На два с половиной тона мы берем с вами спецблонд, да? Либо аммиачный корректор. Разводим. Аммиачный корректор, по-моему, там один к одному разводится. А спецблонд разводится один к двум. Чтобы нам с вами сделать сразу же нейтрализацию. Ну, постараться во всяком случае. Я вам уже говорила, что холодного цвета не получится. Но если мы возьмем правильный спецблонд, он немножко нам сделает сразу нейтрализацию. То есть он немножко убьет вот эти вот желтые тона, а еще же фон осветления сорок третий. Да, поэтому вы понимаете, при осветлении он должен будет отработать. Спецблонды я вам уже говорила в самом начале. Как мы выбираем? От старта, да? То есть мы выбираем спецблонд, подбираем для семь-три. Вы смотрите семь-три. Он, конечно, золотой. Но вы не забывайте, что у него есть фон осветления. А фон осветления у него все-таки сорок третий внутри, правильно? Который еще накладывается на три. Поэтому какой мы с вами должны взять спецблонд, чтобы немножко нейтрализовать и получить на выходе хотя бы восемь-ноль. Да? Или восемь-ноль-три хотя бы. Вот такой вот. Какой мы должны взять? Сейчас я посмотрю, какие у меня тут спецблонды есть. Вот у меня здесь есть спецблонды. Шу-у-у-у. Ну, так что, какой мы возьмем с вами? Мы с вами возьмем, да? Сто шестнадцатый. Почему? Потому что нам надо с вами убрать, помните, медно-желтые цвета и еще плюс желтые. Поэтому мы с вами берем сто шестнадцатый, наш краситель СОС, да? Прибавляем девятипроцентный оксид. И на выходе мы должны с вами получить где-то восемь с половиной, да? Восемь с половиной. Восемь с половиной. Ноль три. Вот такой вот у нас цвет с вами будет. Восемь с половиной. Ноль три. Такой цвет мы на выходе получим. То есть здесь у нас получится именно с помощью спецблонда, либо аммиачного корректора. Но аммиачный корректор, когда вы добавляете, у вас, естественно, получится восемь с половиной три. То есть у вас будет все-таки более яркий цвет. Если у нас будет ноль-ноль, аммиачный корректор, вы берете с девятипроцентным оксидом, то получите восемь с половиной точка три. Тогда цвет получится у вас более золотистый. Правильно? Правильно. Дальше поехали. Следующий у нас с вами. Так, вот эту поняли? Здесь напишите «да», «нет», «плюс», «плюс». Ну, либо «минус». Тогда еще раз повторю. Напишите «давайте», я жду, потому что дальше мы будем переходить. Так. Пользуюсь только 100. Тогда нужны корректоры в 100. Какие? Как зовут? Светлана. Светлана, вот вы сейчас мне задаете вопрос. Вы сейчас видите здесь цифры. Видите? Какие цифры написаны? Какой пигмент содержится в этих цифрах? Понимаете? Вот если у вас нет именно красителя с пигментами, у вас только чистые красители, то, соответственно, вы смотрите на цифру, чего вам не хватает, и добавляете те пигменты из корректоров. Светлана, вы поняли меня, да? Что я имею в виду? Вот у вас 116. Вам не хватает 16, да? То есть 16-й – это пепел, и это фиолетовый. Просто вы тогда добавляете сюда. У нас с вами, когда краска, у нас всегда идет, да? Всегда идет первая цифра. Это две части, вторая цифра – одна часть. Поэтому мы с вами таким вот образом добавляем две части и одна часть. Светлана, напишите, вам понятно? Если у вас просто нулевой получается, либо нулевой сотка, либо нулевой корректор. Там просто разведение разное. Один к двум или один к одному идет. Так, теперь да? Написали? Понятно, отлично, супер, все. Да, давайте с вами дальше теперь соображать, что же нам делать дальше. Смотрите, мы с вами вот в данном случае видим следующий у нас этап. Это третий. Если мы с вами на 8-3 сразу сделаем нейтрализацию, какой цвет у нас с вами будет на выходе? У нас цвет получится с вами холодный, но проблема в другом. Он будет чуть-чуть темней, да? Почему? Потому что, когда мы с вами делаем нейтрализацию на полотне, цвет всегда получается темней. Всегда. Вы должны это, опять же, для себя запомнить, потому что нейтрализованный цвет, он всегда темней. Ну, просто так получается от природы. Не поняла. 0,0 плюс 9%. 0,0 – это аммиачный корректор. Это 0,0 – это аммиачный корректор. В данном случае вы либо используете его, потому что он работает как самостоятельно осветляющий продукт, либо используете спецблонд. Поэтому это аммиачный корректор. Разведение разное. Здесь мы разводим один к двум, здесь разводится один к одному. Но если мне память не изменяет, кто у нас работает на Вистеле, напишите мне, аммиачный корректор разводится один к одному, но чтобы я просто ложную информацию не давала, потому что я со стелем не работаю, мы с вами берем просто общепринятые цифры, чтобы мы друг друга понимали. Напишите, пожалуйста, аммиачный корректор разводится один к одному или один к двум. А, кстати, те, кто со мной, пока вы перепишите, я хотела спросить, те, кто со мной, колористику сейчас прошли обучение, скажите, пожалуйста, а если я, например, сюда добавлю, вот здесь вот, да, у нас с вами одна часть идет, да, здесь две части, а если я здесь сделаю так, например, сделаю 12% и сделаю три части, могу? Так, аммиачный корректор разводится один к двум, получается, да, Ларис? Ну, значит, один к двум. Но с аммиачным корректором, так как он не имеет пигментов, у нас выйдет более желтый цвет. Так что ложная информация, все разводится один к двум. Скажите мне, те, кто был со мной на колористике, ответьте, пожалуйста, могу развести вот так? Алена, правильно. А вот Марита почистит полосу порошком. Марит, смотрите, у вас, в принципе, полотно неплохое, видите? Здесь у вас на концах светлое, но, в принципе, полотно неплохое. Вы почистите, вы что сделаете? Вы засветлите и сделаете светлую полосу. Вы сделаете обесцвеченные волосы. И вам, опять же, надо будет так же выравнивать. То есть вы 8,1 тогда на этом не получите. Вы получите более мышиный, более, простите, серый цвет. Поэтому я не рекомендую использовать, вот в таком случае, не рекомендую использовать порошок. Просто незачем. Если бы вы до десятки выходили, вот до десятки, это одно, а вам восьмерка. Так, извините, вы работаете до шестого уровня, до восьмерки. Для чего вам обесцвечивать? Не надо. Я считаю, что нет. Так, значит, с вот этой мы с вами частью разобрались. Давайте все-таки мы с вами решим здесь. А значит, что нам надо с вами сделать? Вот здесь нам надо чуть-чуть почистить. Поэтому вспоминаем, да, наши спецблонды, как работают. Мы с вами через 20 минут, да, там, например, допустим, мы с вами, да, я вас спросила, можем ли так развести, да, можем так развести. Мы с вами через 20 минут наносим нашу вот эту смесь, через 20 минут, чуть-чуть протягиваем на вот эту зону, да, то есть нашу эту часть протягиваем на вот эту зону, для того, чтобы немножко, немножко нам поднять с вами. можем даже не через 20, а через 30. Простите, сейчас. Через 30 минут мы с вами наносим на 8-3 вот эту же нашу краску. Не надо делать свежую. Вы можете немножко проэмульгировать нашу вот эту зону, которую мы сейчас с вами покрасили. Да, можете донанести краситель туда для того, чтобы немножко, скажем так, активировать его, да, то есть переактивацию сделать такую легкую. А как мы делаем? Это мы запускаем воздух, когда кисточкой прорабатываем. Поэтому вы вот это полотно проработаете кисточкой еще на 8-3, до конца времени высидите. Все, и вы таким образом почистили 8-3. Все вы это дело смыли, как вы понимаете, да, и нам сейчас нужно будет продумать, что же сделать. Ну, я имею в виду, после времени выдержки мы это все смыли. Вы себе это запишите, потому что вы сейчас еще должны понимать, что зачем нам надо делать. И переходим теперь еще к последнему пункту. Это у нас 10-3. А нам с вами надо, что? 8-1, правильно? И, соответственно, 8-3, о, 10-3, да, 8-1 прекрасно ляжет на 10-3. Надо затемнить всего лишь на 2 тона. Понимаете? И вот будет таким прям, прям холодненьким, холодненьким. Но чтобы у вас цвет не просел, вы не забывайте, что может быть здесь не 10-3, а 10-0-3, да, вы можете немножко капнуть сюда еще что. Немножко можете капнуть натурального цвета, но, как правило, да, вам это не понадобится, если вы сделаете вот здесь и выведете на нужный уровень. То есть вы выведете здесь посветлее тогда зону. Вот. И поехали сюда. Можете сделать, опять же, предпигментацию. Кому чего хочется. Хотите, делая предпигментацию, вы поднимете также краситель с концов до 8,5-3. И тогда вы будете красить уже на ровную базу. Давайте так и оставим. Например, немножко сделаем предпигментацию. Хотя, если честно, 8,1 у вас прекрасно ляжет в чистом виде. Но не забывайте антижелтый добавить, чтобы все-таки не было зелени на концах. Да, поэтому мы с вами пишем, что концы у нас с вами мы берем 8,1. А с каким окислителем я на конце буду наносить? Напишите мне процент окислителя. Напишите мне, пожалуйста, процент окислителя, который я буду вот здесь вот наносить. Полтора процента. Нет, Ален, не 3 процента, а именно полтора процента. Потому что здесь у меня вообще волос светлый. И нам вообще никак нельзя лишний раз воздействовать. Ира, нет, 3 процента нет. У нас здесь вообще пустая база. И эту пустую базу, Ангелина, нет, полтора процента мы берем. Полтора. Потому что нам вообще не надо нисколько осветлять. Вспоминаем табличку нашу. 3 процента. 3 процента у нас с вами осветляет. Да, если у нас с вами ряды, начиная, да, вот они ряды идут, которые с шестерки до десятки, у нас на 3 четвертых тона. То есть у нас процесс осветления здесь идет. Что мы там в десятке должны осветлять? Вот теперь остальные девочки написали правильно. Осветлять нам вообще ничего не надо. Нам надо только затемнять. Понятно? Поэтому мы сюда берем полтора процента. И тогда у нас с вами будет счастье. Но не забывайте, чтобы зелень не ушло, потому что в единичке содержится еще и синий. Помните? А синий может среагировать с желтым, и на выходе будет такой грязненький цвет. Поэтому добавьте антижелтого сюда. И смотрите, мы с вами разобрали 4 пункта. Но я здесь напишу, что вы можете еще сделать предпигментацию. Предпигментация. А если кто-то переживает за концы, или вот смотрите, вот мы когда говорим про 10-3, мы, значит, предполагаем здоровый волос. Но 10-3, он может быть и ранее обесцвеченным волосом. И вот когда ранее обесцвеченный волос, да, или там ранее спецблондом был сделан, сделайте предпигментацию чуть-чуть, наполните волос, потому что действительно цвет может провалиться на концах. Да, правильно, полтора процента. Может провалиться, и тогда будет просто гораздо хуже, да, то есть вам тогда надо думать, что с этими концами делать, то есть это будет дополнительная работа. Ну, на самом деле, дополнительная работа предпигментации, дополнительная работа В то же время и у нас с вами получится подснятие вот этого нашего серого цвета. Но я вам говорю просто про то, что когда, если волос у нас с вами, вы видите, здоровый, то есть вы краской осветляли, это одно, и цвет подсмылся, просто выглядел на солнышке, знаете, еще плюс, когда блонды выгорают у нас. А есть, когда обесцвечены, то есть пористый волос. И вот пористый волос у вас может уйти в сталь, да, такой вот мышиной получится. Вот чтобы не получился, тогда сделайте преподаватацию. Поэтому я вам написала, на последнем этапе мы делаем преподаватацию. А теперь, исходя из того, что мы с вами четыре пункта рассмотрели, давайте подумаем последовательность действий. Что, зачем должно идти? Вот мы с вами рассмотрели все. Давайте я теперь это сотру. И будем с вами теперь писать наше уже нормальное решение задачи. Что ты будешь делать? Девчонки, вы...